Вот так бывает с первого взгляда и навсегда. Начальник аварийно-спасательной службы станицы Благовещенской Юрий Шишков влюбился в море и никогда не видел себя в другой профессии. Начинал водолазом, но и сейчас, уже став начальником службы, в удовольствии погрузиться на самое дно морское, себе не отказывает. В профессии 13 лет. Название менялось более пяти раз в нашей службе. Начинал еще спасатель-водолаз, ГИМС Анапского района был. С детства люблю море. Последняя находка в акватории Малой бухты – газовый баллон. Это на берегу он не представляет никакой опасности. В море на глубине, как мина замедленного действия. Данный баллон ориентировочный где-то около двух-трех лет. По внешним признакам, что он прогнил. У него как раз края баллона ржавые, опасные. Если человек наступит на ногу, он просто распорит ногу. Баллон был где-то около трех метров лежал. Во время шторма волны выносят мусор на берег. В тихую погоду, когда на море штиль, работают водолазы. Вопреки красивым легендам, золото и бриллианты не находят. Да и не ищут. У них другая задача – очистить дно моря. Чаще всего попадается в основном промышленный мусор, то есть куски арматуры, куски бетона, битое стекло. Что еще? Затопленные деревья, которые приносят нам течение со стороны Туапсе, Геленджика. Из редких находок водолазы говорят о ней с гордостью – старое судно. Обнаружено древнее судно деревянное, где-то на глубине полутора метров. То есть большое, как бы оно замытое в песок. Вот. Ну, старые доски видно, старые гвозди. То есть судно сделано даже не в 19 веке, скорее всего. Часто попадаются, как говорится, эхо Великой Отечественной войны. То есть какие-то разбитые баржи, какие-то разбитые катера. Чистят до летнего сезона и самый разгар лета, чтобы отдых анапчан и гостей курорта был приятным и безопасным. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.